Родина сказала сначала, сынок, ты мне нужен, а потом мы тебя не посылали. Друзья, всем привет. Ну что, в России они уже конкретно там грызутся друг с другом, вцепились в глотку друг к другу, и вы знаете, их идея была лишить нас света, и тем самым они же там активно вот это сеют. Смотрите, там в одном городе есть света, в другом городе нет света, и пытаются поссорить нас. Но только мы не ссоримся, а вместе, да, как мы и без света видим, какое дерьмо они. А вот у них вся эта ненависть кипит, а куда излить ее не знают, изливают друг на друга, и то еще кино там происходит. Сейчас расскажу вам о том, как уже у Соловьева говорят, что Херсон и Крым это не Россия. О-хо, представьте себе. В общем, обо всем подробно. С вас, вы знаете, лайк, подписка. Если вы смотрите меня на каком-то другом YouTube-канале, сейчас YouTube-канале прямого, то не забудьте, пожалуйста, зайти на мой YouTube-канал Алексея Гончаренко и подписаться. Не забывайте, что все средства от монетизации моего канала идут на Сбройнесылы Украины. Это и самоходная артиллерийская установка, которую мы с вами приобрели, и машины, и дроны, и антидроновые ружья, и многое другое. И вы можете сделать в это свой вклад, просто будучи подписанным и распространяя мои видео. Итак, друзья, начинаем. Соловьев в эфире его, значит, ток-шоу прозвучали просто откровения. Ну вот действительно, нас, вот почему у нас там нет сегодня, да, мы друг другом не выясняем отношений. Да потому что мы все объединены одной целью. Победить в этой войне. И у нас есть четкая, понятная свет в конце туннеля. Свободная европейская Украина. Вот, собственно говоря, к чему мы стремимся, и это дает нам и силы, и объединяет нас всех. Вне зависимости от каких-то там внутренних разногласий. А в России, вот что их объединяет? Похоже, все, что их объединяет, вот эта российская пропаганда, ненависть к Украине. Вот эта ненависть клокочет, они этого добились, как минимум, у части общества. А куда ее излить? Проигрывают. И поэтому на митинги они не пойдут, как в демократической стране. А там излить не смогут душу. Поэтому либо напьются и на кухне друг друга перережут. Либо вот это друг к другу вцепляются в глотку и говорят, кто там тыкают пальцем, кто больше не прав. Вот в эфире у Соловьева, значит, два эксперта. Ну, один, значит, депутат Госдуры. Они прямо говорят, что, ну, в общем-то, Херсон и Крым-то не совсем Россия. Как тут кричит Соловьев? Вы что, Конституция России? Это же Россия? Они говорят, ну, такая себе Россия. Не совсем Россия. Мы же недавно ее только хапнули. Представляете, это все у него в прямом эфире. А он там, значит, бьется в конвульсиях и кричит нет. Дальше, это я сейчас вам покажу этот фрагмент. Ну, а дальше известный такой у них есть военкор Владлен Татарский. Он же Пельмень. Он же, вот этот, который в Кремле рассказывал, как его не будут грабить и убивать, и как им это нравится. Да, так, в общем, он говорит, посмотрите, что у Соловьева. Боже, они уже сдали Херсон и Крым. В общем, и начинают друг друга китать фекалиями. Посмотрите, это просто, ну, просто по красоте. Если речь зайдет о существовании российского государства как такового. Сейчас речь зашла о существовании. Конечно. На данный момент нет. Минуточку, наша земля оккупирована. О судьбе военной операции, да, речь идет все время. Нет, 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 речь идет о нашей стране. Схватке за Украину, да. Нет, извините, наша территория оккупирована. Ну, глава... Что еще? Ну, как, да? Где еще? Конституция... Мы ее объявили нашей территории, потому как она была не нашей территорией. Минуточку, у нас что, где-то есть надпись такая, что это не совсем наша территория, потому что включена в этих условиях? На надпись у нас нет, у нас должно быть понимание происходящее. Да, понимаешь, Борисович? Хорошо. Крым, если войдут, тоже не угроза? Опять же. А мы ее включили в 14-м году. Опять же, это другая история уже. Короче, ребят, и вы нам рассказываете про то, что у нас какая-то там недоразвитая молодежь. Да нет, ребята, это у нас недоразвитая стародежь, предательская. Для которых колбаса, американские фильмы, видак, гарнитур, унитаз, девочка из Финляндии считались просто, короче, вершиной блаженства. Вот они сейчас нахапали и сидят, они готовы продать все, чтобы дальше сидеть на своих дачах вот этих спокойно. Вы рассказываете нам про молодежь, про не такую? Нет, ребята, вот они. Придите к Соловьеву, посмотрите вот эти, затулиный комплекс. Вот они не такие. Я был в Кремле один раз, и мне хватило. Они спали все, когда Путин объявлял войну с Западом. Просто спали. В общем, такая грызня у них идет. А почему? А потому, что нет успехов. И цели непонятные. И вообще они уже запутались там все. Вот даже уже с нами пропагандисты запутались, что можно говорить, что нельзя, какова цель. Встретите, вроде идет война, а нельзя говорить война. Спецоперация. Что же это за спецоперация, если уже, как они его привыкли назвать, народ-победитель, бежит. Бежит из Херсона, который вроде как Россия, а вроде как и не Россия. И они уже сами не понимают, а что это все вообще, куда. Ну, какой-то полный бред. Ну, вроде как это Россия, но не совсем такая Россия. А мобилизованные, они вроде не мобилизованные, а частично мобилизованные. Вроде как должны быть в тылу, а оказываются на передовой. И вот так вот в каждом слове. Ну, в каждом слове вранье, какая-то путаница. И они сами в этом вранье уже тонут. Они не знают уже, как что это объяснять, как из этого чего-то. Ну, просто бред бункерного деда. Как из этого лепить что-то цельное. У них это уже в собственной голове не укладывается. Ну, и отдельная тема, конечно, мобилизованные. Потому что это касается сотен тысяч людей. И это выплеснулось далеко. Знаете, армия, это армия. Там люди шли. Это такая была закрытая часть российского общества. Армия, их там родные. Ну, она, конечно, пересекалась, но не так сильно. А теперь взяли людей откуда? Из банков, каких-то студентов, из компаний, из школы. Я не знаю, откуда угодно. То есть, эти люди, у них есть родные, близкие, знакомые. И это все уже имеет совершенно другой эффект. Это все выплескивается конкретно в общество. А там, там просто капец. Потому что, ну вот, один губернатор российский говорит, «Все, как вас мобилизовали, вы уже себе не принадлежите, семье не принадлежите. Только государству». Ну, тогда, получается, государство и несет ответственность. И обмандирует, и обеспечит все. И, если надо, потом поможет семье. Но не тут-то было. Нет, нет. Дальше выясняется, что они максимально умывают руки от всех этих своих мобилизованных. Женщина рассказывает пример о том, как ее сын погиб 5 октября. А она, видимо, пытается оформить сейчас документы на компенсацию. Пишет в прокуратуру Воронежского гарнизона. А я отвечаю, «Ваш сын, все нормально, он у нас проходит мобилизацию в воинской части. Раз, два, три, четыре, пять. Вот там». Можете себе представить? То есть, у нее, с одной стороны, мертвый сын, а в бумагах российского государства он где-то проходит мобилизацию еще. Ну, и еще один мужчина написал, тоже хочет получить компенсацию за погибшего сына. Ставропольский край. Написал тоже письмо. Ему отвечают, не знаем, не числятся, ничего вам не дадим. Вообще, до свидания. И об этом молчать они не могут уже совсем, потому что это уже миллионы людей об этом говорят. И выходят российские пропагандисты, и выходит Соловьев, и начинает говорить, «Как же так? Да что же это? Да сначала Родина тебе сказала, нужен ты, сынок, а потом бросила». Дошло до того, что Соловьев плачет уже в эфире. Можете себе представить, скупую мужскую слезу пускает. Ну, просто мхатовские паузы, слеза. Оскара, Оскара в студию, дайте уже Рудольфовичу Оскара, Соловьиному помету. Не дают ему лавр, покоя эти лавры. Это шоу. Я хочу, чтобы вы на это посмотрели. Цель каждого, наверное, из вас, и для меня лично, когда остановился или поступал в военное училище, моя мама сказала замечательную фразу. Ты сегодня принадлежишь уже не мне, не семье. Ты принадлежишь государству, Родине. Получила очередной ответ, который меня на некоторое время выбил из колеи. Ответ из прокуратуры Воронежского гарнизона. Датирован 31 октября. В котором говорится о том, что мой сын в настоящее время проходит мобилизацию в воинской части 91-711 в городе Богучар. А погиб он 5 октября. Вот такие у нас работники в прокуратурах. Удачи вам. Что Родина сказала сначала, сынок, ты мне нужен. А потом, мы тебя не посылали, а мы тебя не отправляли, ты у нас не проходишь в базах. А как он тогда попал в отряд? Или сказать то, что ты должен был погибнуть после 6 месяцев, если хотел, чтобы твоя семья получила деньги. Ну вот так, друзья. Вы видели это шоу «Рыдающий соловьев». «Крокодиль и слезы». Может он не соловьиный помет, а крокодиль и помет уже, его правильнее называть. Этот «Крокодиль и помет» ездил еще недавно на полигоны, рассказывал, что всем обеспечены, отлично занимаются, обмундирование, просто орлы. Теперь пускает слезу, значит, что умывает руки Родина от своего бойца, которого уже нет на этом свете. Вот, ай-яй-яй. Вот все эти линии противоречий и это безосконечное вранье, оно его нагромождение, оно, конечно, обрушит всю эту контору. Однозначно. И этот пожар, он уже тлеет. Ну, а наша с вами задача, друзья, раздуть эти угли и чтобы запылал он и языками пламени покрылся так, как это и должно быть. Кремль должен гореть и вот Кремль начнет гореть тогда, когда это вспыхнет в российском обществе, а оно, конечно, вспыхнет. А нам нужно говорить правду. Держим строй, друзья. И я понимаю, что сегодня нелегко, кто-то без света, у кого-то только включили. Знаете, может быть, без света и воды периодически сегодня сидим мы, но немытая Россия все равно они. Друзья, слава Сбройным Сылам Украины, слава Украине. Держим строй.